Привет, моя онлайн-семья! С вами Настасья Шарп, и это первый мой влог в 2024 году. Правда, здесь будут кусочки из 2023 года, но там правда есть на что посмотреть. Так что я уверена, что вам будет интересно. Но не смею вас задерживать, давайте начинать просмотр этого чудесного видео. Новогодняя локейшн. Не знаю, видно меня или нет. Сейчас мы... Сейчас мы... Блог. Мы, в общем, короче, на локации Новый год фотографируемся. Вот, у нас тут, короче, трейлер. Вот, костерок, ёлочка там, саночки, всё как надо, по-моему, вообще нормально. Вот, там, короче, пёсик. Пёсик где-то там. Это костерок. Мы сейчас снимем друг друга. Я и там, и тут, и вообще меня везде. Там вон, Настенька, фоткается. Тут горит костерок, кушали маршмелку. В общем, чё я могу сказать. Он, хоть и холодно, но наша любовь, она как-то согревает друг друга. Пёсик. Афгав. Опа. Мы уже пришли. Здравствуйте. Петарды взрывают. Ёлка Нобелес для вас. Спасибо. С Новым годом. Жень пошёл на качелях качаться. Мы уже такие, подзамёрзшись чуть-чуть. Он может прям сильно откачаться. У меня муж, вот и вот это сосно. Не, я такой. Смотри. Сколько она меня не выдержит. Тогда ты упадёшь. Да, будет горно. Ваши впечатления? Холодно. Ну, на самом деле, не так холодно, как я думала. Мне кажется, в минус один вообще было шикарно, но в минус тридцать очень холодно. Ну, сейчас минус десять. Минус десять. Ну, типа так. Мы сколько? Минут сорок фоткрипти, да? Ну, вот по записи тридцать три минуты. Ну, типа такое. Тридцать минут на морозе нормально. Ну, у нас с Маде-то тепло просто. Да. Тридцать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, видно вам или нет. Я посылаю вам лучшие ароматы. Пахнет просто восхитительнейше. Они увеличились в объеме, но посмотрите, какие они золотые. Прекрасные, красивеньшие. Это просто пушка получилась. Смотрите, какие прикольные. Со скучанкой вообще просто бомбища. У меня тут такая творческая съемочная атмосфера. На самом деле, я засракала всю кухню, теперь надо убираться. Но зато посмотрите, какая красота. Да. Наверное, вы уже смотрели мой рилс с этими штучками. Если не смотрели, то обязательно это сделайте, потому что... Ну, я старалась, все-таки для вас сделала. Вот такую вот вкусноту. Ну, и для себя тоже немножко, потому что это вкусно. Особенно со сгущенкой. Вот с... Слово забыла, господи. Вот с сахарной пудрой и со сгущенкой вообще просто бомбовая тема. Так что, если у вас детки, мне кажется, им очень зайдет такое. Пробуйте. А я пошла прибираться. Ребята, у нас сегодня с вами какой-то день кулинарного мастерства. Потому что я приготовила кроасянки. И теперь вот готовлю пасту. Кстати, под помощью этой штучки получается просто божественная карбонара. Безумно нравится. То есть сейчас вот хочу сделать на две порции нас, Жене. Чисто, чтобы поужинать так вкусненько. Ну, не зря же я все-таки розмарин покупала. Да, какую красоту я сделала. С парамезалами, с водородками. С... Забыла название вот этой трафик. Розмарин. Но... Пахнет и красиво. Сынования утиные. Утиные старты. Смотри, смотри, как она перьями. Ребят, вы не поверите, куда мы сейчас идем. Потому что мы решили, что мы пригласим наших бабушек на нашу свадьбу супер необычным способом. В общем, сейчас мы идем в магазин, в котором можно отправить открытки почтой. Мы хотим сделать это рукописным. Ну, как написать от руки, в общем, приглашение. Отправить, может быть, когда-нибудь в будущем наши бабушки будут показывать это нашим детям. И, в принципе, это можно сохранить. Ну, вот для меня, не знаю, это суперзначимо, когда какая-то вещь, в нее вложена душа. Мне кажется, когда это рукописный текст, в это супер вложена душа. В общем, сейчас идем радовать наших близких. Надеюсь, что им это дойдет и зайдет. Чего ты-то присаживаешься? Я думаю, мы крадемся. Нет, я просто тебе подрост. 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 Вообще, эта идея пришла мне просто спонтанно. Я просто сказала об этом Жене, он меня так поддержал. Поэтому мы сейчас вот так вот внезапно идем отправлять приглашение. Учу-учу-учу-учу-учу. Надо полу хлеба взять. Мы бы их сейчас покормили. В общем, как это все работает. Тут покупаешь открытку, пишешь все там, оформляешь. Покупаешь марки, клеишь, приходишь сюда, ну, и отправляешь, собственно. Еще тут вот такие штуки прикольные. Как-то они выдавливаются из бумаги. Моей маме очень понравились. Тут есть разные такие всякие вот маленькая глава Гагарина, Высоцкий есть, кто тут еще? Есенин, Эйнштейн. И есть вот такая еще огромнейшая глава, посмотрите, Гагарина. Вот это, конечно, классное. Мне прям безумно нравится. Маяковский почему-то красный, может, потому что он революционер. Женя тут что-то нашел. Вот такое открыточку, тили-тили-тесто. И тут что-то прикольненькое. Не первый год замужем. Теща-друг человека. Да. О, прикольно, она кукует, потому что час дня. Такая миленькая. Это мой старость? Да. Окей, я такая осторожечка. Это такой лысенький. А я седаю. Тут вот мой написан что-нибудь. В общем, мы выбрали две такие. Думаем, что зелененькая нам больше нравится. Пишите в комментариях, какую мы отправим в итоге. Сейчас подумаем, что написать. И как это красиво сделать. Тут она соло. Что-то. Не забудьте мэзу. Служба суровых приветов. Такая, знаешь, новогодняя. Такие вот, в общем, мы выбрали открыточки в итоге. Сейчас будем заполнять. Женя там пока выясняет адрес. Я отошла немножко, чтобы показать вам магазинчик. На самом деле, мне тут безумно нравится. Тут классные такие вот всякие открыточки есть. А я в формате там сегодня, твое завтра и так далее. Мне прям безумно нравится. Тут есть всякие прикольные штуки по типу. Вот сироп из одуванчиков. Там еще есть сироп топинамбура. И можно, кстати, еще собрать вот такую прям полноценную посылку кому-нибудь. И ее отправить куда-нибудь по России и не только. Еще вот такой вот мотоцикл Урал. Ну, а собственно, вот здесь мы будем отправлять наши открыточки. Пойдем к Жене. Посмотрим, что он там, как. Осторожно. Я спрямилась. Нет, ты молодец, да, я согласен. Это вообще, конечно, странно. Я бы вам показала, но вот так. С Новым годом. В общем, мы отправили приглашение на свадьбу. Женя тут сейчас рассказывал, что он наполнен энергией после того, как это правило их. Да, Женя? Как волк. У нас сегодня, на самом деле, такая хорошая погода. У нас сегодня плюс пять, да? Тепло, светит солнышко. Но растаял весь снег. Так. Тебе туда надо было, Настя, записываться? Куда? World class fitness. Нет, это далеко от нашего дома. Время восемь утра. Я пришла в зал, и не просто в зал, а вот сюда, на тренировку по боксу. Это первая моя тренировка. Я уже год собиралась на нее прийти, но Женя не одобрял. И сегодня свершился тот день, когда я решила это попробовать. В общем, посмотрю сейчас. Потом расскажу про свои ощущения. Мне кажется, я буду супер плотной какой-то. Вообще, у меня уже рекорд, я целый месяц хожу в зал, без перерывов. Надеюсь, что я так и продолжу, потому что обычно я покупаю абонемент, два раза хожу, и потом он у меня год лежит. В общем, уже рекорд побит. Надеюсь, что я не остановлюсь на этом. Я все равно, я не знаю, я все равно. Я не знаю, я все равно. Я не знаю. Я не знаю. Все, моя тренировка закончилась На сегодня я такая вот Немножко уставшая Но зато она тренированная И время около 10, а я уже иду домой Ребятушки, я тут собрала свой лук Мы сегодня идем на бизнес-ужин И на самом деле хотела поделиться С вами моим состоянием После тренировки по боксу Сейчас я вот уже такая бодра, весела Все прекрасно Но было на самом деле все не так просто, как оказалось В общем, после тренировки Я пришла домой, и мне так резко Стало плохо, у меня заболела голова В глазах какая-то фигня Появилась, по типу, какие-то круги радужные И я такая, что со мной происходит? Что это такое? В общем, я подумала, что это из-за давления Возможно, оно повысилось Из-за там супер интенсивной тренировки Я еще написала одной из своих подруг Отправила кружочек И она мне говорит Ты супер красная после этой трены А это я уже немножко даже там выдохнула В общем, похоже, что бокс для меня не подходит Нужно что-то более лайтовое Поэтому берегите себя Если вдруг я кого-то вдохновила Пойти в зал на бокс Будьте осторожны Я, наверное, больше на такую тренировку не решусь Но если вам такое подходит Это супер классно, мне понравилось Но рисковать здоровьем ради этого, конечно, я больше не буду Я явно приехала раньше Поэтому зашла в кофейню Здесь буду ждать Кристину Ну а потом мы пойдем с ней на бизнес-ужин Делать бабки Бизнес Молодые бабки пойдут делать свой новый бизнес О, смотри, там на земле которая вот эта вот Она тоже живая Гаргона Не знаю И все вот те нереализованные чувства Да, это такое Как бы закупоренное пространство в нашем поле Все это стремится реализоваться И проживается в любом возможном варианте Так вот, когда мы начинаем с вами вести бизнес Решение, оно на самом деле всегда на поверхности И можно не продать Да, и можно не прорабатываться годами Можно поставить, посмотреть Просто если я дальше буду ставить фигуру Мы тебе сделаем большую работу У нас нет, к сожалению, сколько времени А еще есть большая вероятность, что кто-то начнет плакать А мы только начали Кристина решила потестить диван В новую квартиру выбирает себе мебель Такой же диван берем, все Мы решили, что нам хватит слушать этих инфо-цыганов Я не знаю, можно ли тут их так называть Но нам показалось, что это именно так Не, ну ты прям вообще кайфушница Все, легла, уснула Если что, ты знаешь, где можно переночевать Вот, в общем, мы посидели первую часть Решили, что на вторую нет смысла оставаться Поэтому сейчас отправляемся что-нибудь вкусненькое съесть Поболтать Потому что наша компания как будто бы интереснее Чем компания этих людей Вот именно Мы не успели Это все Это кармический узел, как там сказали Незакрытый гештальт Дорога перекрыта Красный горит Это все потому, что в роду что-то не закрыто Нужно скорее закрывать Сейчас пойдем закроем Он это вот поставил Как они там стояли Я вообще ничего не умела Растранспортировка Что вышли какие-то, стоят Это мать, это отец Я чувствую отдаление Приближение Хочется подойти, но не может Что это вообще такое было Кренжатина какая-то Что мы сейчас только увидели? Ой, у меня аж голова раскалывается Она просто как будто квадратная уже Ага Давай Смотрите, как сияет пассаж Все Девять и три четверти Нет, спасибо, я вам показала, куда можно сходить Да, вот Идея на вдохновитель А там официант приходит Ты говоришь заказ И там привозит А, ну там просто идет И он поворачивает до конкретной столи Да Блин, как классно Все, мы сюда идем Мальчик машет нам Смотрите, какой мальчик машет Привет Довольны идем Как хорошо, блин Ушли Ты даже не скажешь, что ноябрь, да? Да, кстати Ушли с бизнес-ужина Чтобы попить кофе из жизни Марты А вообще я предприниматель Да, да, да Бизнесмены из нас, конечно, такие Такой у меня супец Крем-супостик Мадемуазель кушает Но они огромные, согласна Знаешь, как будто повар лень был резать Все, он такой У нас тут быстрая упаковка подарка Самый основной подарок для Жени Это будет эйрподсы Он их очень хотел Также я положила такой отголосок детства Это киндер-сюрпризы И самое главное Полет в аэротрубе Как-то так у меня вышло Вроде симпатичненько Вот Это будет такой подарочек Ну а дальше мы поедем в ресторан Все такое И тортик еще будет Я продолжаю готовиться к Женькиному дню рождения Решила сделать тортик Сейчас вам покажу, какие коржи я испек Вот такие вот большие бисквитики у меня получились На самом деле, правда, очень классные И это рецепт супер простой Нужно просто брать яйца комнатной температуры 5 штук 150 граммов муки 150 граммов сахара Взбиваешь сначала яйца Полностью с желтком, с белком, со всем с сахаром И когда они становятся такими густыми Добавляешь туда муку Все, отправляешь в духовку печь На 50 минут, 170 градусов И вот такая вот красотища получается Я хотела, кстати, огромный такой, ну как башний торт Но я хотела, чтобы по итогу была вот такая высота А тут же еще будет начинка Поэтому тут явно будет, видимо, вот такой вот тортельник Но мне кажется, прикольно Будет классно Но тем более я уж испекла, куда как бы их девать Поэтому точно буду сейчас с ними возиться На самом деле, не знаю вообще, успею я или нет Я хотела до вечера сегодня все это сделать Сейчас уже 2 часа дня Торту нужно стабилизироваться еще в холодильнике В общем, не знаю, когда я буду декор делать Сегодня до 6 или уже вечером там попозже Но, что прикольно У меня сегодня такая необычная будет пропитка Как бы начинка фруктовая Женя именно любит фруктовые торты Поэтому у меня тут джем из персика и манго И у него такой кисло-еловый привкус Ну, потому что мне манго все время напоминает Какой-то вот хвольный такой аромат Попробуем Мне кажется, это должно быть классно Я обычно всегда делаю такие вишневые торты Ну, потому что мне нравится вишневый джем Вот эта пропитка Но сегодня будет что-то необычное И у меня тут молочко еще тоже, чтобы пропитать это все Я сделала кремушек, кстати Делала в этот раз вот на таком крем-сыре Если вы пробовали, то, наверное, знаете эту фирму Я первый раз решила взять Но он вроде как вообще специально для тортов и предназначен Тут такой большой объем Целый килограмм Но мне прям понравилось Он и по вкусу такой необычный Не как обычный, вот хохол от из баночки И взбился он прям как настоящий такой крем Сейчас буду наносить И у меня тут еще половина осталась Потому что это будет на декор у меня уходить И декор я буду делать крем попозже Чтобы у меня сейчас все взбилось нормально Я решила сделать половинку Так что буду сейчас кулинарить тут Немножко покажу вам процесс Все, наша конструкция влезла в холодильник Наконец-то мы пришлось убрать полку вниз Чтобы вот эта вот вся огромная махина встала туда На улице дичайший мороз Но солнышко, третий день У нас минус 37 градусов И чувствуется вообще как минус 41 Но каждый день светит солнце И мне, если честно, вообще не хочется выходить на улицу Потому что я даже из дома чувствую, как там холодно Уже не на работе за ночь в офисе стало 14 градусов тепла То есть вообще просто лютый мороз какой-то У нас дома, ну в принципе, тепло Но на окнах образуется такой иней, который застывает и получается как снег Я вообще в шоке от такого, если честно Но отправила в холодильник Потому что на балконе вообще там, ну я не знаю Мне кажется, минус 25, наверное, на балконе на самом На улице еще холоднее Так что на балкон ставить то, вообще не вариант Поставила в холодильник Ждем 2 часа И в 5 часов я буду его украшать Ну и вот заниматься всей вот этой кондитерской историей Которая, мне кажется, должна быть интересной Но я не знаю, что из этого получится Посмотрим Такая у нас тут надпись что-то типа оба это Это на работу И это вот сиделось Такое-то Красивущее Ну, по крайней мере, я старалась Короче, представим, что тут вот это вот Вот, ну, она не делает Просто заказывая желание и задумая Все, сбудется теперь Поч-поч-поч-поч-поч Тут должен был быть такой фонтан Чувств Да, но этого не произошло Представь, что он был Мы снова в зимние Какое тут все новогоднее, красивое Там есть новогодняя машина Ну, тоже что-то новогоднее Смотри, это какие-то сани Деда Мороза И ёлка Вон там что-то новогоднее Тут вот ёлочка Новый год Нам надо туда Как туда добраться, мы пока не поняли Лёгких путей мы, как вы понимаете, не выбираем Написано было по лестнице Мы тащимся вот Пешком куда-то Идём по холму Лёгких путей не ищем Жень, ты сегодня штурман у нас? Выбрал вот такой путь наш штурман Куда ты так быстро? Мои маленькие ножки не успевают В аэротрубе ужасно шумно Поэтому это аудио я записываю вам уже после того Как мы сходили в это мероприятие В это заведение И теперь для меня вообще выражение Меня сносит ветром Обрело прям настоящий смысл На самом деле прикольно, конечно Но очень экстравагантное у нас было в этот раз развлечение Теперь я знаю, что с парашютом я прыгать 100% не хочу А то в Дубае у меня были такие мысли Хотя если посмотреть на маленьких детей То они там как сосиски бутухаются И им вообще прям нормально Вот тут я летала, кстати, вверх Это было капец, как страшно, ребятушки И да, мы летали по одному Потому что диаметр трубы не такой большой, как хотелось бы Вышли мы оттуда ужасно уставшие, измотанные Еще на следующий день болело все тело Вот как-то так Все, мы такие уставшие Вышли наконец-то Ой, надо аккуратнее Тут дорожка такая не очень Вышли, короче, мы наконец-то с аэротрубы Женя уже заказывает такси И мы сейчас поедем кушать наконец-то Что-то то, что мы умеем хорошо делать Потому что это у нас не очень хорошо получалось Жень, твои впечатления Мои впечатления Ну, на самом деле, в целом прикольно Но, наверное, второй раз я бы не пошел Ну, ближайшие пару лет точно Ну, я не знаю Я, может быть, ребенка бы сводила Но сама бы не поперлась опять туда летать Да, это, типа, для детей прикольно С точки зрения, что Они маленькие, они там могут Как эти, по-другому танца А я вот, например, со своим ростом Ну, мне кажется, размер трубы влияет еще Потому что он же, видишь, сказал, что Есть трубы с большим диаметром Да, да, да Нет, понятно Я просто имею в виду, что конкретно в этом месте Наверное, я бы, ну, не пошел бы Потому что я не мог полностью расправиться Ну, даже у меня, на самом деле Там ноги сгибались постоянно Я к какой-то стенке прижималась Ну, к одной, или к другой, или к третьей Там одна стенка Есть такое Ну, и у детей еще вестибулярка Она, в принципе, более развита Как будто и чувство страха нет Потому что когда меня подняли вот на самый верх туда Первый раз было прикольно Так вообще не страшно А потом я такая на третий раз Каждый раз все выше и выше Я думаю, жесть Хватит уже, пожалуйста, остановиться Блин, такая красотища просто А мы пришли вот сюда Я вам уже это место показывала Мы пришли в ресторан Платформа Это ресторан в стилистике Гарри Поттера Я уже показывала как-то его в каком-то шортс Здесь еду привозят паровозики То есть вы заказываете То, о чем рассказывала Кристина как раз Официант берет у вас заказ Вы приходите, садитесь за столик И ждете, когда вам привезут еду Кстати, названия еды тут тоже связаны с фильмом Гарри Поттер Там обед министра магии Луковый суп тетушки Уизли есть Вот здесь Жене привезли гуляш Я не помню его название Но супер классно У нас был целый хит-парад С паровозов с едой Вот нам привозят луковый суп До этого привезли уже гуляш Тут довозят мне хлеб К луковому супу Кстати, мы еще взяли сливочное пиво Это считается как бы детское меню Но его берут даже все взрослые Очень-очень вкусно С такой небольшой кислинкой Тут Женя научил меня чокаться пивом правильно Потому что я никогда это не делала И вот тут привозят как раз обед министра магии Это бифштекс с картошечкой А у Жени, кстати, какой-то куриный рулетик Если честно, я не особо справлялась с едой Потому что у меня ее было как-то очень много Женя доедал свои порции быстро А я все тянула В общем-то, как всегда, как обычно А тут нам довезли еще тыкву Это десерт Ну а Жене принесли десерт в честь его дня рождения Тортик, похожий на то, что делал Хагрид для Гарри Поттера И у нас была очень милая официантка Которая пожелала таких приятных всяких вещей Разные приятные слова, сказала Жене Ну и вот такой вот миленький тортик Он потом поедал, задавал свечки Это было очень-очень классненько Атмосферно Ну а под конец вечера мы взяли облепиховый чай Поедали десертики Хотя они уже в нас не влазили И просто наслаждались вечером Ну а после поехали домой отдыхать Все-таки день был насыщенный Мы приехали в парк На открытие ели Но никого вокруг нет Потому что мы опоздали на самом деле Но не сильно опоздали Всего на 10 минут Так что мы сейчас туда придем И нам покажут, как ель открыли Динозавр Это Терекс? И кто еще? Вон там еще есть один за деревьями Его не видно Диплодок Диплодок Смотри, как по-новогоднему, Женя Такой прикольный трос Он тянет ватрушки наверх Жесть Огроменный просто горько Хочешь скатнуться, Жень? Я улечу Ой, смотри, зажгли Делочки Как красиво Вообще, как Новый Год Настоящий Тут такая красотища Новогодняя Там вон орут с горки На самом деле она правда опасная Я слышала, что с нее кто-то катался И себе, короче, копчик То ли расшип, то ли сломал В общем, мы не решились покататься Зато смотрите, какой тут Новый Год Я красива Делочки Такие вот тут тарифы Тут покупаешь билетик Стоишь очередь огромный Поднимаешься И скатываешься вон туда И на этом приключение оканчивается Ну что ж, друзья На этом сегодня будем заканчивать Спасибо вам огромное Всем тем, кто досмотрел это видео до конца Не забывайте ставить лайки под этим видео Писать комментарии Я абсолютно все читаю Отвечаю практически на все комментарии И для меня это очень-очень ценно Подписывайтесь на меня здесь Подписывайтесь также в моем телеграм-канале Там больше лайв-контента О жизни здесь и сейчас Там я общаюсь с вами С моими любимыми подписчиками Ну а с вами была Настасья Шарп Всех обнимаю Уже скучаю До следующего видео, друзья Пока-пока